Главная моя претензия к нашему народу, что он мусорит на улицах прямо у себя под окнами. Ответ очень простой. Государство сделало из людей свиней. Мы знаем, когда это произошло. Это происходило на протяжении всей истории нашей страны, но в 17-м году это было усугублено. Потому что мы не чувствуем себя хозяевами на своей земле. То, что вы видите, когда люди мусорят на улицах, это классический пример трагедии общин. Это ничейное, это государственное. А раз это государственное, значит, мне на это плевать. И это на самом деле справедливые отношения. Потому что кто сегодня живет в Петербурге? В Петербурге сегодня живут не потомки тех людей, которые строили этот прекрасный город. Не потомки людей, которые вкладывали в него душу, силу, деньги, время, всю свою жизнь. Там живут люди, которых перевезли из деревни, не ругая деревню здесь. Нет, потому что деревню перевезли в город в советское время, а город перевезли в деревню. И для чего это было сделано? Это было сделано для того, чтобы вырвать человека с корнями из его земли и перетащить туда, где он будет себя чувствовать одиноким, где он будет себя чувствовать беззащитным, где он будет чувствовать себя чужаком. И когда мы рассказываем про Иванов, родства непомнящих, мы же имеем в виду именно это, что нас всех перемешали таким образом, чтобы мы не чувствовали себя с землей, чтобы мы чувствовали себя посторонними. Потому что если мы будем себя чувствовать посторонними, мы не будем бороться за землю, потому что мы не ощущаем, что она наша. И национальный дух наш был сломан тогда, и очень важно его сегодня восстановить. Он не восстановится увещеваниями о том, что нельзя мусорить на улицах. Он не остановится увещеваниями, как хотят этого урбанисты, о том, что давайте приглядывать за своим подъездом. Потому что пока в этот подъезд в любой момент может прийти какая-то мразь и все перекрасить в какой-нибудь тошнотворный зеленый туалетный цвет, как это происходит сегодня в каждом доме, потому что муниципальная власть у нас контролирует общественные пространства, никто никогда не будет воспринимать эту среду как свою собственную, на нее будут плевать, потому что никакой контроля за своей средой у человека, у русского человека нет. Нужно вернуть контроль за средой, и как только этот контроль вернется, как только русский человек почувствует себя хозяином на своей земле, хотя бы в своем доме, мы тут же обнаружим, что срач исчезнет, потому что никто не срет в своей квартире, никто не выходит к себе в гостиную и бросает на полокурки. Ну, всякие там животные это делают, да, но это нетипичная картина совершенно. Но она становится типичной, когда человек оказывается в положении без отсутствия контроля, без власти. И проблема именно в безвластие, а не в человеке. Поэтому нет, просто гоните в шею свои русофобские настроения, виноват не человек, виноваты государства. В том, что оно делает человека беззащитным, оно внушает ему беспомощность, и находясь в этом беспомощном состоянии, человек просто плюет на все. Его можно понять. Я бы на месте этих людей вел себя так же. Плевал бы на улицах, мусорил бы, если бы я чувствовал, что мне ничего не принадлежит, что я абсолютно никто, что в любой момент я могу у себя разбить. Сколько таких историй. У меня перед домом, прошлым летом это произошло, на доме нанесли красивейший граффити. Не покрас лампаста сделал, но какой-то такого же уровня. Художник очень красивый граффити вдоль серого скучного дома, был нанесен такой, там, сказочный сценарий. Пришла муниципальная власть, все это нахрен закрасило. Какой нормальный человек захочет в будущем, вот посмотрев на это, что-то сделать в своей среде? Да никто не захочет и будет прав, потому что если твой труд, твою любовь, твой вклад в любой момент может растоптать государство, ты не будешь делать этот вклад, ты не будешь даже заботиться о том, чтобы окурок донести до мусорного ведра. Потому что зачем тебе это нужно? Все будет растопано, все будет уничтожено государством. Государство – враг русского народа. И не нужно русских винить за то, что государство лишило их какой-либо власти на собственной земле.